Приветствую вас, и вы знаете, мне бы хотелось сказать вам для начала, что свой вопрос вы задаете не совсем корректно, потому что вопрос, почему, он не столь важен, как вопрос, что с этим делать. Что я хочу с этим делать, что я могу с этим делать, да? Поэтому здесь есть сомнения по поводу того, хотите ли вы действительно решить свою проблему. Вы пишете, что переживаете по поводу того, кто что скажет, как посмотрит, сплетни о себе и всё такое. Это означает, что у вас, у самой, нет своей чёткой системы ценностей, которая бы помогла вам не принимать решения каждый раз по поводу того, как реагировать на те или иные явления, на те или иные моменты, ну, в вашей, скажем так, жизни. Вот. Система ценностей, которая есть у каждого человека, у вас она тоже есть, ну, просто она может быть недостаточно хорошо развита, недостаточно хорошо проявляет себя и так далее. То есть, её нужно, как минимум, освежить. Это первое. Первое, что нужно сделать вам. Второе. Это уверенность в себе. То есть, если вас всё задевает, значит, по логике вещей, определённые слова, чувства людей вызывают у вас некую негативную реакцию, которая связана с тем, как вы воспринимаете их слова. То есть, по сути, эти слова людей запускают определённые механизмы противоречий у вас, которые всегда были и всегда, ну, как бы, они есть. Они никуда не деваются, просто вы их, по какой-то причине, может быть, из-за страха, вы их избегаете. И, соответственно, поскольку противоречие не разрешается, да, противоречие никуда не девается, то вас издевает постоянно то, что происходит. То есть, с одной стороны, здесь, отслеживается ваша система ценностей. Вот. То есть, что это за ценности? То есть, какие они, что представляют из себя, да, и это создаёт базис для восприятия того, что происходит вокруг вас. С другой стороны, вы смотрите, какие именно противоречия вызывают у вас высказывания людей. То, какие именно противоречия вас вызывают, можно определить по чувствам. То есть, то, какие чувства вас вызывают. Страх, например, неудовлетворённость, там, болезненность, неуверенность и так далее. И вот, по этим чувствам, по, ну, по цепочке эмоциональности, вам, ну, можно будет дойти до первоначального эпизода, когда впервые произошло то, что обусловило конфликт ваш. И это поможет вам взглянуть на ситуацию, ну, скажем так, по-другому с позиции взрослого человека, а не с точки зрения ребёнка, как вы сейчас воспринимаете то, что происходит с вами. Обязательно нужно сказать, что то, в чём вы в себе не уверены, можно восстановить, можно, нужно восстановить. Это всё делает, это вполне, это всё реально. Но, возможно, это только в том случае, если вы будете предпринимать какие-то реальные действия для того, чтобы увидеть обратную связь от своих действий. То есть, что это, грубо говоря, означает, да, что это значит? Это значит, что, если, например, вы не уверены в чём-то в себе, да, если, например, вы чего-то боитесь, чего-то сомневаетесь и так далее, то вам необходимо предпринять какие-то шаги к тому, чтобы это изменить. Если вы начнёте предпринимать эти шаги для того, чтобы изменить, ну вот, своё представление, например, о себе, то, получая обратную связь, вы сможете, значит, по-другому взглянуть и на себя тоже. Ну, то есть, здесь всё взаимосвязано, взаимозависимо происходит, и я полагаю, что одно прямо вытекает из другого. Так же можно затронуть вопрос личной ответственности, мне кажется, что это важный момент, момент личной ответственности, потому что вы говорите о том, что это вот люди вокруг вас, они как бы являются источником вашего дискомфорта. Вот, но на самом деле это не люди являются источником дискомфорта, а вы сами для себя. То есть, здесь ситуация вот именно такая. По сути, по сути, я бы рекомендовал вам обратить внимание на аналитическое и критическое мышление. То есть, по факту, по факту, ситуация заключается в том, что вы не подвергаете сомнению то, что говорят вам другие люди, что, как они, ну, собственно, реагируют на вас. То есть, вы не подвергаете сомнению то, что они делают, вы не подвергаете критике их действия. А сразу, как вы воспринимаете всё за чистую монету, что и является по итогу вашей серьёзной проблемой. То есть, вот, чтобы этого не было, да, чтобы не было таких ситуаций, я рекомендую вам в этих вот направлениях двигаться, в этих трёх направлениях, да, двигаться. И тогда, я думаю, вы сможете для себя открыть какие-то, ну, новые вещи, и уже совсем по-другому взаимодействовать с окружающими людьми, да, в том числе и с собой, в том числе и с собой. Вот. То касается того, что вы устали, что здесь понятно, вы живёте в постоянном напряжении, и ситуация здесь, она такова, что за этим напряжением кроется определённая потребность ваша. И сложно сказать вот так, что это за потребность, да, потому что это может быть потребность как безопасность, это может быть потребность как в любви, это может быть потребность в значимости, это может быть всё что угодно, вот, так не скажешь. Так не скажешь, но, тем не менее, это тоже можно посмотреть, это тоже можно исследовать, и уже, вот, по итогу можно будет понятно, можно будет понять, какое желание вы пытаетесь реализовать через такое поведение, и ради чего вы платите такую высокую цену, а цена действительно высокая, судя по всему, потому что вы откровенно, да, чувствуете себя тяжело вам плохо и так далее, да, вот, постоянное переживание. Но, хочу ещё раз обязательно вам напомнить, что вопрос, почему, то есть, знание, почему, вам результата как такового не принесёт, потому что здесь важно не почему, а для чего скорее, здесь важно не почему, а как скорее, здесь важно не почему, а зачем, зачем, скорее, понимаете, вот, а на ответы на эти вопросы, для ответов на эти вопросы, необходимо всё-таки разбираться, лично разбираться в ходе индивидуальной нашей консультации с вами, вот, и я думаю, что в данном аспекте ваш вопрос поставлен так, что вы, вот, в случае чего, можете, ну, интерпретировать ответ, например, моих коллег, да, так, что мы не дали вам того, что вы хотели, вот, просто потому что ответ вас, ну, не устроен. Мне кажется, что эта позиция, она, знаете, не то, чтобы некорректно, да, не то, чтобы неправильно, она просто не даст вам того, что вы хотите, не избавить вас от проблем ваших. И потом нужно понимать, что ваш вопрос, он достаточно общий, раз это общий вопрос, да, так, что, соответственно, и ответ на него может быть тоже общий только, а общий ответ, он всё-таки упускает из виду индивидуальные особенности человека, вот, и мне бы, конечно, не хотелось так поступать с вами, в самом деле я считаю, что ни один человек такого не достоин. На этом всё, я надеюсь, что помог вам, если у вас остались дополнительные вопросы, пишите, пишите в личку, я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok